Друзья, Всем доброе доброе добрейшее утро, мы с Юлей находимся в городе Бали, мы находимся на острове Бали и рады вас приветствовать, сейчас отправляемся в потрясающее место, ну а пока мы едем у вас есть потрясающая возможность подписаться, поставить колокольчик, кто еще этого не сделал, для меня это очень важно и приятно, ну а если вы еще и напишите небольшой комментарий, то вообще Ютубу будет настолько здорово, что он тоже будет счастлив, итак друзья, погнали в сторону красоты. Незапланированное включение, друзья, я подъехал к магазину и увидел два интересных факта, во-первых, подношение и зачем-то подношение сигаретка, интересно, каких же духов хотят задобрить, А второй интересный факт, посмотрите, у них такие корзинки возле супермаркетов стоят, куда вы можете положить продовольственные, да, какие-то продукты, корзины, какие-то сумки, тут в принципе указано даже, что лучше ложить, там масло, лапша, орешки, всякие шпроты, рис, очень круто, вот очень круто, молодцы. Ну а мы за фруктиками приехали. Цены, друзья, не меняются, цены высокие, например, арбуз у нас стоит килограмм, 21.50, полтора доллара стоит килограмм, вот, ананасы тоже, слава богу, традиционная цена, там чуть больше доллара, два маленьких чищенных ананаса, вот маракуйя, в принципе, выгодно, получается доллар-килограмм. Оказывается, маракуйя по 136, короче, 9 долларов килограмм, как у нас, вообще, что творится на Бали, все, убираем, маракуйя не пойдет, будем ездить в другую, а мы сейчас на рынок еще заедем по дороге, там получше. Купила Юлю маракуйку на рынке по 20 за килограмм, разница, да, чтобы вы понимали, 20 это... 36 килограмм и 20. Ну, грубо говоря, 9 долларов или 1.30 за килограмм? Ну, а Dragon, я спросила, 22 килограмма. Так же, да? Дорогой, да, я буду с нами, где взять за десятку. Хорошо. Мы приехали на Green Wall Beach. Слушайте, вот это вот пляж, где катаются прям настоящие серферы. не то, что... а прям настоящие. Вы посмотрите, что они вытворяют. Какие здесь волны хорошие. Конечно, жалко, что там телефон сильнее еще не приближает. Думаю, вы и так видите, конечно. Пойдем вниз. Да, приехали покупаться, называется. Hello. Hello. No, we didn't want. Thank you. А вляжа-то и нет. Вот так вот, видите, Юля расстроенная стоит даже. вообще чисто серф вот закинул и поплыл все я думаю чё так мало людей здесь сказали бы что тут купаться нельзя а мы еще сверху спрашиваем там чистый пляж ага да чистый точно если что мы вернемся он такой ну идите посмотрите понятно что мы вниз не пошли мы переехали на другой пляж короче говоря понятно что деньги нам никто не вернул за то что мы приехали на тот пляж и пляжа там не оказалось они говорят упс прилив извините поехали на другую пляж почему-то честно говоря вот если вы будете на бали вот этот пляж миласи на котором тоже мы бывали мы показывали один раз все пишут что в итоге все идут на этот пляж честно он не особо какой-то там примечательность но здесь есть возможность хотя бы я так понимаю что он чистый во первых постоянно а во-вторых у вас есть возможность несмотря на то что волны где-то там в 100 метрах от вас у вас есть возможность зайти все-таки покупаться грубо говоря там по шею да и так далее то есть бали это больше не про пляжный отдых хотя здесь есть возможность есть пляжа но вот с ними сложно вот реально сложно и я не понимаю сам почему недоорганизовано как по мне лично но миласи как бы всегда одинаково при этом с детьми вы здесь покупаться не сможете сделать здесь нечего потому что принципе относительно так вот сразу идет спуск и очень сильные течения очень то есть так знаете чуть как бы повозить поносить там на кругу на рукавниках и все друзья тут обычно скажу волны такие немаленькие но сейчас прям такая буря разыгралась класс и при этом можно купаться видите но как бы красно-желтый флаг да не красный никого не вносит никого ну как бы ничего не происходит аккуратненько все купаются круто хороший пляж спасатель вообще сидит не парится мы знаем что после обеда обычно у нас тучки на пляж сходили теперь немного почилим на бассейнике и по сути у нас только начинают сегодняшние приключения чем будем заниматься у нас планы есть но посмотрим насколько они откорректируются из-за дождя будет он сегодня не будет тут как говорится никто не знает дождь на 4 но так вот я сидел на море я думал вообще не будет тучек действительно за за там пять минут раз и все небо затянуло чем непредсказуемо да отлично вообще впервые в жизни буду в таком бассейнике купаться друзья что плитка это просто плиты и они как это не я понял необычная плитка форма просто дно обычно как-то однотонное делает а тут лишь думал ты подумал что мелкими плиточками не-не-не-не-не-не просто принт такой плитки и все ничего такого его так кстати такая не горячая прям отлично да надо дома себе тоже бассейн сделать такой домик тоже выстроить и я думаю много гостей будет у нас вот так поговорили с вами буквально прошло полчасика максимум кто наоборот солнце выглянуло теперь дочь пошел поэтому будем прятаться на этом номер посмотрим сколько продлится корректировать нет наши планы если вдруг вы решите заняться бизнесом на заправках то лучше ставить заправки здесь друзья на бали на этом на самом деле если так по чесноку это невозможно но реально практически на каждой заправке мы видим в очереди очень это какой-то дефицитный дефицитная инфраструктура посреди сколько мопедов это две заправки здесь работают машин еще и не настолько медленно машины заправляют мы не можем никак понять чем с чем вообще это связано потому что вот машин например раз два три четыре пять шесть семь машин сейчас стоит в очереди вот возможно одна машина сейчас уедет пока мы здесь стоим возможно одна но не вот вот и он сигналит стоит а типа не уезжает туда короче такой бред на самом деле почему-то у нас гораздо лучше с заправками конечно сегодня у нас случилось интересное событие мы с юлей ехали в Чангку в Чангку чтобы вы понимали самый-самый вообще густонаселенный район туристами здесь нереальные проекты просто это полная таз когда оставалось там буквально сто метров до кафешки мы поняли что эта пробка просто стоит из мопедов и она вообще не движется вот реально просто встали и я понял что нам нужно объезжать мы объехали там сколько-то километров спешили в это кафе которая написана в углах что работает до пяти вот просто очень вкусный смузи-бол вот и Юля говорит ну хотелось бы пока вот мы не въехали как бы съездили поехали сегодня классная идейка вот приезжаем без пятнадцати пять а оказалось что она работает до четырех и это просто какой-то я реально ехал и по этим тортуаром старался спешил как дурачок какой-то почему все живут в Чангу вот честно почему все выбирают в Чангу я не знаю я с Юлей общаюсь на Питер и вообще не понимаю ну мы как бы выпили кофью и сейчас будем ехать обратно скажем так это какой-то вот что вы понимали да когда стоит пробка там три-четыре ряда мопедистов вот так вот уткнулись все и с той стороны вот так уткнулись все вот во что мы вляпали что называется это 20 раз еще зато вкусный кофе выпили честно говоря самый вкусный кофе который мы пили это здесь такой крепкий насыщенный замечательный очень классное место приключения доехать любой ценой продолжаются просто вот посмотрите что это это считается отличный участок вот отличный участок дороги где хороший трафик ну он не плотный он нормальный просто всего лишь вы можете объехать по пешеходной дорожке и все это как бы вообще норма ничего такого то есть мы уже вырвались с пробок вот смотрите да как это все выглядит обалдеть мы с юлей заехали все это сейчас тянучка начинается это перекресток вот мы проехали буквально за пару минут этот перекресток прям ну легкотня честно вот видите все едут едут потом поп упираются перекресток тоже ну все стоят естественно на туарах это все нормально это я же говорю легкий перекресток все бы были такими вот а то что там творилось только что это шесть мы приехали на ночной рынок еды который показывали мы знаете по местам былым что называется решили прокатиться вот очень интересная у вас игра вот так вот так короче говоря приехали фреш выпить у меня голова уже не работает честно у меня уже глаз знаете так наметанный я так смотрю опа куда вправо влево ага все перестроился все хоп 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 сделал все было отлично в одну сторону голова обращена мозг я бы честно говоря съел бы здесь что невкусного типа на сигаренга но еще не открыто к сожалению мы конечно хотим сегодня наконец попробовать увидеть закат поэтому берем и уезжаем что и и и и и и и пляж под названием семеняк посмотрите как нам сегодня повезло во время такого отлива здесь такое пространство до открывается красиво потому что реально когда прилив вообще пляжа нет а сейчас прям открывается такое пространство как будто водная гладь зеркало и красивый-красивый закат да вообще здорово согласен ну и конечно как вы поняли шейк у нас с собой мы взяли его так прикольно вот это то что они рыбу ловят там кто-то купается общий класс волны так далеко-далеко кажется здесь купаться можно надеюсь сейчас чуть пройдет времени и закат будет очень потрясающим потому что пока я смотрю слева красиво а справа туча так тучи а наоборот уходи уходи нам нужен красивый закат ну Субтитры создавал DimaTorzok Друзей, я вот смотрю на этих пацанов, я просто себя вижу там, вот честно. Вот прям это я, я так же с друзьями купался, в шторм, лез в эту воду, не вытащить было, родители работали. Вот, а мы ходили с отдыхающими, просто с пацанами местными, в рыбачем это все происходило. И купались, 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 купались. Выставил даже вот буквально только-только что рил с инстаграмми, что детство без планшетов, без телефонов. Вот у нас действительно оно такое и было. Мы не ходили, не залипали, у нас этого не было, но просто... Знаете что, единственное, вот реально чего не хватает? Чтобы они сейчас вот вышли оттуда и начали еще бутылки собирать по пляжу. Вот тогда точно я буду. Вот, представьте себе. Или, например, мы что еще делали? Ловил разных там рапанов, миди, например. Это когда уже чуть постарше был и хорошо нырять начал. Наловил. Ну, самому просто очень нравилось подводной вот этой, скажем так, тихой охотой заниматься. Наловил и пошел продавать. Напродавал, пошел что-нибудь купил себе вкусного. Там или поесть просто пирожков или еще что-то. Вообще. Просто счастливые дети. Я уверен, они сейчас выйдут и... Точнее, я даже надеюсь, что они выйдут и все-таки у них есть и телефоны и планшеты, потому что без них никуда сейчас. Вот так вот, пацаны. Круто. Очень. Первый, по сути, такой наш закат сегодня. Посмотрите, с этой стороны все розовые, красивые. А с этой стороны хана нам приходит. Туча. Я прям видел, как молния даже бьет в воду. Туча заходит. Ну, надеюсь, что не будет дождя сильного. Все, пацаны, по ходу дела, будут выходить. Да не верю, что вы выйдете. Вам же... О, видели, да, гроза? Вам же никто не сказал, что выходите, у тебя губы синие. Смотри, как мы делали. Выбегаешь. И там уже горячие раскаленные камни, правильно? Но пляж не такой, не песочный. Вот. И ты на эти камни, потому что у тебя холодно, торжишься как раз и под себя так сгребаешь. Вообще. Класс. Блин, пацаны, вы молодцы, честно. Просто вот так вот ходите, толпой купаться. Друг за другом смотрите. Вы реально крутые, конечно. На лайк заработали. Ожидаясь современным языком. Слушай, как будто прилив пошел. Вот резко, да, так? Вода пошла, 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 пошла. Ну все, нам, наверное, пора. Я ждал, думал, небо розовое-розовое будет. Нет, что-то оно не хочется разовить. Поэтому погнали с Юлей. Дальше. Нам так легко ориентироваться, кстати. Мы, грубо говоря, живем. Видите вот этот выступ такой небольшой? Ну, как небольшой, это статуя. Большой. Вот мы живем рядом. Ориентироваться очень просто. Не заблудимся, в общем. Вот кигрица какая. Стоим на красном. Друзья, есть еще один вид детства без интернета. Вот как раз сидит рядом со мной. Ходит, реально попрошайничать на перекрестках. Вообще странно. Ну, я верю, что это какая-то мафия. Но не может просто так вот толпа детей стоять. Именно на этом перекрестке интересно. На других там другие стоят. Там где-то инвалиды стоят, где-то еще кто-то. А тут толпа детей просто. Зачем вот это, да, их гоняют, чтобы они деньги собирали? Жалко. Лучше в школу их отправили, честно. Хотя, ну, но с ней ходят, на самом деле. Я себя накручиваю. Просто уже вечер такая школа. Мы приехали с Юлей. Снова есть рамы. Тот же, что и вчера. Честно, они что-то туда добавляют такое, что как только мы зашли в это помещение, уже слюна просто куда-то вот так водопадом, водопадом идет. Точно какой-то глюканатик натрия минимум там есть. Но это очень, очень вкусно. Я даже не знаю, что у меня сегодня есть. Вчера был потрясающий просто рамы. Думаю, стоит ли менять или не надо. В общем, будем сейчас пробовать. Я ел вот такой. Бестселлер написано там. Может, вообще кремовый поесть даже. Так, не знаю, какой съесть, думаю. Весь вкусный. Посмотрите, что нам принесли. Кто-то прячется за стаканчиком чая. Это я заказал себе на ужин салат. И поди. Посмотрите, какой он огромный салатик. Граммов, я вам скажу, даже здесь, ну, 50 на самом деле. Может быть, максимум. Мне кажется, даже 35. Минус добил, да? Да. Вообще. Такую менюшку можно добавить. Недорого. Жареный чеснок дают персик. И дождь у нас, друзья, льет и льет. Честно говоря, сегодня дождь нам практически планы вообще никак не скорректировал. Слава богу, его не было днем толком-то. Так, чуть-чуть и все. Скорректировал планы нам гугл, который указал неверное время работы кафе. Мы сюда прям вовремя просточили. Честно, пару... Ну, пять минут, да, примерно, и все. И мы выпопали под ливень очень сильно. Но он уже капал чуть-чуть. Да, да, мы ехали. Я уже думаю, надо поднажать на газ, потому что капли уже летят хорошие. Ну, вот пол восьмого, и только дождь у нас там в четыре стоял. Стоял четыре. Поддвигался. Откуда вы сюда пришли? Да, 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 от заката. Стоял четыре, при том, что днем не было его, а днем он все-таки был. Я же говорю, тут все непредсказуемо на самом деле. Я не уверен, что он долго продлится. Сколько людей азиатской местности и мы. Да, да. У меня такое ощущение, что китайцы в основном, если честно. Ну, вообще рамен это больше корейское блюдо. Хотя... Это все подряд. Да, может просто Азия любая. Я просто не очень разбираюсь в иероглифах. Мне кажется, это... Хотя Red Dragon это больше Китай. Но иероглифы как будто корейские, мне кажется. Корейские, да? Корейские блюдо. Рамен, да, считается вроде как корейские. Как сам ресторан. Red Dragon? Нет. Ну, типа описывается. Или Red Dragon. Бывает написано там китайский ресторан. Рамен, оказывается, все-таки это китайское блюдо. Ну, родина, по крайней мере, Китай. Китайский ресторан. А в Корее рамен. Мне кто-то писал в комментарии, рамен правильно называть. На самом деле, правильно рамен, но есть и рамен тоже. И китайских иероглифов ламянь. Ламянь, да? Который в японском читается как Ra и Men. Да. Но и блюдо, которое у нас очень популярно на полуострове. Лагман, которое я очень люблю. Это тоже, грубо говоря, все в ту жести. Просто специи другие. Ну и по-другому делается, естественно. Интересно, не знал, не знал. Теперь мы с Юлей будем больше лагман есть. Она знает, что я люблю лагмана? Она так советует, я ей будет любить. Вот такой, тут же можно, вопрос от гугла. Какой самый вкусный рамен? Shin Ramen Black. Я думаю, это кто-то номинацию там получил. А это южнокорейский бренд лапши быстрого приготовления занял первое место в рейтинге лучших раменов. В Нью-Йорк. В Нью-Йорк Таймс. Это так, вековно. Короче, они там спорят, наверное, где этот рамен. Кому он принадлежит на самом деле? Ну да. Слушай, бывает рамен, бывает вот тут, как сами делают лапшу, бывает просто гаширак запарили. Но вот лагман, там надо обязательно делать самим лапшу, по-нормальному. Вот. Это точно. Потому что лагман сухой бывает. Лагман это вообще лапша. Да. И рамен тоже, да? Это лапша. Яичная лапша. Да, в первую очередь это лапша. Видите, как все связано? По сути, лапша рамен это тот же удон, но с яйцом. Да. Вот гёзы, да, например, мы берем с ними периодически. Вот они как раз. Ну, пельмени же, согласитесь. Пельмени. Вот. Поэтому все между собой связано. Так же, как и у них, например. Вот мы сидели в Ньепе. В этот же день первый день Масленицы. В этот же день начинается Рамадан. И у нас в Ньепе, да, вот здесь на Бали в этот же день. То есть, ну, это все, все между собой связано. Трусы отраве и выкинь, я говорю. Это что-то блаженство какое-то невозможное, друзья. Чудо из чудес. Супер, мне нравится. Приятного аппетита. Сейчас нам еще, кстати, одно блюдо принесут. Вот, не тут. О, не принеси. Сань кюр. Курочку. Зажаристая. Это подбирная, да? Да. В этом панировке. Да, да. Пробовали? Как-то. Такая вкусная была в этом украсть, что ли, это именно панировка. Посмотрим, насколько здесь будет вкусная. Все, Юля рассчиталась. Юля молодец. Вот эти все люди. Сань кюри мач. Вот эти все люди, которые сидят, это очередь в это заведение. Представьте себе. Вообще. Я в шоке. Мы прям вовремя приехали, потом смотрим, такая чередюка набежала. О, это наш. Мокрый, но наш. Такой есть. Погнали. Приехали с Юлей в магазин. И вот, смотрите. Это парковка возле магазина. Она тоже платная. Я вам рассказывал уже в своих видео. Вот. Стоит вообще копейки. Одна тысяча всего лишь. Представьте себе. То есть, на один доллар вы 15 раз сможете припарковаться. Собакевич, иди. Ты такая худая. Сейчас что-то тебе купим. Это магазин надежды, правда? Что, шубу что ли купить тогда? Вообще. Ну, тоже платно. Чудо из чудес, друзья. Ой, господи. Какая косметика. Алиэкспресс. Открываем барахло. Давай. А я очки возьму, да. Сейчас себя чувствую. Кратенько рассказываю вам. Смотрите. Юля покупала скрабик за 22 в аптеке. Это оказалась такая низкая цена. Здесь он по 11. Или чуть-чуть больше. 24, чуть-чуть. Ну, да. Ну, вы понимаете. А это мы заехали в магазин всякой всячины. Вот. И тут реально всякие там, например, что еще кроме скрабика? А ты покупала. А, только что ты. Что ты мне показала? Я забыл. А, гель. Точно. Короче говоря, тоже дешевле, чем в Крисно. Где вот. Где дешевое. Где дешевое все, да. Поэтому надо заезжать вообще повсюду. А я вот все очки прикупил, по ходу дела. Стоит 5 долларов, друзья. О, а я смотрите, что нашел. Всякие, всякие штучки, друзья. Тоже недорогие, кстати. Посмотрим сейчас. Что-то, может, возьмем. Что-то дело такое хорошее. Смотрите, какие красивые брелочки. Юля тут выбирает. Отдел классный, я зашел. Смотрите, тут можно ресницы себе купить, брови купить, губы, ногти. Э, ногти вот реально, сейчас покажу. Реально ногти продаются, я обалдел с этого. А Юля расческу выбирает. Пойдем ногти тебе купим лучше. Или слишком маленькая, чем детская. Я не знаю, Юля, я не знаю. Я в шоке, друзья. Смотрите, вот они, ногти. Взял, купил, наклеил и все. Никаких проблем. До чего дошли технологии, я же говорю. Я в шоке просто. Не надо ни маникюр, ни пятигрики. Стоит доллар. Вообще. Выгодно. Друзья, покупочки, сейчас мы вам покажем. Видимо, каждый день что-то покупаем. Как я уже говорил, это означает, что мы потихоньку-потихоньку готовимся к отъездам. Но потихоньку. Так мы потратили сто тысяч. Да. Без всяких налогов отдельных Подарок сумочка 110 тысяч, чтобы вы понимали 150 это 10 долларов Соответственно 8, меньше даже 7 долларов Мочалку купили Супер Две масочки для лица Отлично вообще Пантин шампун Тревел Один доллар Там очень много их Сколько их там штук Раз, два, три, четыре, пять, шесть Раз, два, двадцать четыре Штуки, представьте Раз, два, три, четыре Двадцать четыре штуки Резинки Ничего себе Это все вышло Дешевле Чем вот это Посмотрите, как они переливаются Очки Это фирма Квиксильвер Да, квиксильвер Это как раз таки Сёрф Сёрф Да И стоят они Не 70, как здесь написано А 63 63 Это, грубо говоря Ну, я думал, что это Пять долларов будет стоить А нет Четыре Четыре доллара Да Так Если не загорело Ну, мне тут чуть загорело Больше всего Да, ну, потому что на Мопеде едешь Я знаю Да Какие дела Ну, наши покупки Друзья, вот так прошел наш день Чтобы вы понимали Знаете, как это самое Бывает розово-классно У всех вот там У нас тоже розово-классные дни Бывают Когда Мы много путешествуем Когда много видим Природы Всего Сегодня, в принципе Мы тоже вам показали Несколько интересных мест Да, например Волны были Пляж был Плохой пляж был И хороший пляж был В конце В самом вообще На закате Потрясающий пляж Я даже сказала бы То есть Каждый день Мы вам что-то показываем Стараемся В первую очередь Стараемся Естественно Свой досуг Знаете ли Так наполнить Чтобы было всем интересно Это классно С зеркалом, конечно Чтобы было всем интересно Нам интересно И всем, соответственно Интересно Все, друзья Будьте здоровы Будьте счастливы Подписывайтесь на канал Если вы еще не подписаны Всем Ущество здоровья пожелал Самое главное Мира Теперь буду желать Все Всем Пока-пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»